Народный депутат Украины, фракция «Слога народа» Олег Дунда уже с нами на связи. Олег, рад вас приветствовать. Здравствуйте. Доброе утро. Рад вас также приветствовать. Ну что ж, давайте обсуждать поэтапно каждый важный месседж, который прозвучал из офиса президента лично от президента Зеленского. Вот в Киеве на Банковой на этой неделе прошла встреча президента Владимира Зеленского с лидерами Франции, Германии, Италии и Румынии. Канцлер Олаф Шольц, премьер Марио Драги, президент Эммануэль Макрон и Клаус Йоханес. Перед этим посетили Ирпень Киевской области. На встрече обсуждались поставки оружия и заявка Украины на получение статуса кандидата на вступление в ЕС. Я напомню, что в итоге Еврокомиссия поддержала предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Европейский Союз. Вот, Олег, здесь очень важный момент. И, кстати, большинство, в том числе и экспертов, международных партнеров, говорят, что, чтобы еще более сильнее добиться до умов международных партнеров, которые так или иначе где-то сомневаются в том, что происходит в Украине, нужно всегда водить в Ирпень, в Бучу, в Гастомель, показать на самом деле, какие беды делает Российская Федерация. Скажите, пожалуйста, по вашему мнению сейчас, кого еще из международных партнеров Владимиру Зеленскому нужно отвезти Ирпень в Бучу, чтобы показать все эти злодеяния, и чтобы еще более те международные партнеры, которые сейчас сомневаются, утвердились в том, что все-таки Украина должна быть в ЕС, и Украине нужно тяжелое вооружение, чтобы как можно быстрее победить Российскую Федерацию в этой войне, которую она же развязала. Вы абсолютно правы в своих тезисах относительно Ирпеня, Бучи и международных лидеров. Более того, если вы внимательно смотрите за последними событиями, у нас 30 лет как было? К нам приезжали мировые лидеры, в результате уезжали с тем, что они убеждали в своих мыслях и решениях. Сейчас поменялось. Они могут приезжать с нами с любимыми мыслями и предложениями, а уезжают они с тем в голове, что мы им вложим. То есть, соответственно, мы их полностью здесь, скажем так, перевоспитываем, назовем это таким вот образом, и полностью меняем это мировоззрение. Большая, скажем так, большая заслуга в этом зависит от президента, и в том числе и большая это Ирпень и Буча. Это очень важная вещь. Их нужно туда возить. Более того, хочу сказать, что мы в этом плане еще и не дорабатываем, потому что если мы сейчас приедем в Ирпень и Буча, мы не увидим того ужаса, который там был в начале апреля. И при этом мы видим, как это влияет на мнение мировых лидеров. С нашей стороны здесь доработка должна быть в каком степени? Мы должны создать свой яд в Ашем. Мы должны создать свой мемориал с эффектом погружения, чтобы мы могли условно Макрон и Шольца погрузить в состояние конца марта, начала апреля, чтобы они это почувствовали своей кожей, свой запах, звук, как это происходило. Не то, что им рассказывают, что здесь что-то происходило, а именно они ощутили на себе это. И это будет еще больше эффект, и еще больше они будут под этим настроением. Что дальше? Мы должны свозить... У нас есть J7 и J20. У нас есть Синдзипинь и руководство Индии. У нас есть руководство стран Персидского залива, которые очень влиятельны на рынок нефти и топлива. А для нас это критически важно. Они тоже должны побывать там. Эрдоган тоже должен быть там. Более того, у нас для Макрона и Шольца это не должна быть разовая акция. Потому что, кстати, этот визит очень показателен. У нас есть две категории наших, скажем так, как союзническое отношение. Есть партнеры, это Германия и Франция. И есть союзник, это Великобритания и США. И они сильно этим отличаются. Союзнические отношения строятся на том, что есть единая цель. И независимо от того, что происходит, страны идут к этой цели. Единая для всех. Партнеры это больше про торговлю. Это больше выиграть какие-то выгоды для конкретной страны. И этим занимаются Шольц и Макрон. И после того, как они говорят правильные слова, после того, как говорят о поддержке Украины, проходят несколько недель, и они снова начинают петлять и изменять свою позицию, исходя из своего видения ситуации. Поэтому нам нужно сделать, скорее всего, постоянную программу для Макрона и Шольца, чтобы они раз в месяц приезжали в Украину и посещали отдельные места событий в Украине. Сначала Бучерпень, потом Макаров Андрей, потом Чернига, потом Харьков. И так у нас хватит для них локаций на весь год, и они будут постоянно в этом напряжении и не будут пытаться изменять свои позиции. Олег, локации локациями, но тем не менее, президент Украины Владимир Зеленский последние несколько месяцев он критиковал несколько раз Эммануэля Макрона за его попытки сохранить лицо Владимиру Путину, за месседжи, тезисы о том, что давайте мы поделимся территориями Украины ради того, чтобы Владимир Владимирович успокоился и не шел далее на территории Европейского Союза, в Польшу, к примеру, и других государств. После того, во-первых, СМИ обращали внимание на лицо Макрона, на его мимику и многое другое. Не думаю, что на этом нужно вообще внимание свое сосредоточить, но тем не менее. То есть увидели они Европей, поговорили с президентом Украины, объявили торжественно о кандидатстве после уже Украины в члены Европейского Союза. А дальше что? Ну, скажем так, вы сказали, петляют они иногда, да? Посмотрели, посмотрели, ужаснулись. А потом Шольц снова будет говорить, слушайте, мы оружие там передадим где-то под октябрь. Понятное дело, что Европа сама, по сути дела, демилитаризировалась за последние 30 лет. И производство было, промышленность тоже уменьшалась. В разы, скажем так. И это по факту. Ну, это не я придумал. Но тем не менее, скажем так, вот такие месседжи, они довольно плавающие. Тут мы поддержим. Тут, Владимир Владимирович, надо just business делать. Извините. Поэтому я их и называю партнеры-несоюзники, на отличие от Великобритании, которая четко и жестко держит свою позицию, несмотря ни на все, на все, что происходит. С этими господами, руководством Парижа и Берлина, нужно их держать в постоянном напряжении. Каждый день, каждый день на них давить, независимо от того, что они говорят. Даже если они сегодня говорят, что мы полностью поддерживаем, готовы там поставлять, об этом, что они готовы поставлять, нужно им напоминать каждый день. Это работа посольств, МИДа, и в том числе офиса президента. Об этом напоминать и давить, давить, давить. При необходимости еще раз привозить в Украину. Обратите внимание, Джонсон, без всяких предварительных ласк, сам приезжает, считает необходимым. Уже второй или третий раз приехал. А теперь вспомним, как к нам ехали Макрон, Шольц и руководство Италии. Это был такой бразильский телесериал с постоянными переносами и всем остальным. Нам нужно упростить их, завозить постоянно и держать их в напряжении. Более того, нам необходимо усилить давление через СМИ. У нас должна быть прямой контакт с крупнейшими газетами СМИ Франции и Германии, чтобы мы через них доносили постоянно свою информацию о себе. Они очень этого боятся и очень на это реагируют. У нас должны постоянно присутствовать представители Бильда, Лемонт и других изданий. Вот недавно, две недели назад и сейчас выходят большие расследования в Лемонте, которые навели большого шума во Франции. Как раз это совпало с визитом с Макроном. Хотелось бы верить, что эти информации, эти расследования повлияло на те слова, которые произносил Макрон. Нам нужно дальше идти в этом пути. Нам необходимо проводить свою контрпропагандистскую работу. Зеленский очень правильно делает, что он пытается обращаться через головы руководства властных кабинетов непосредственно к обществу. И нам нужно это усилить, в том числе, чтобы наши герои, наши представители Азова, наши медики имели возможность через развернутую экран обращаться к условному британцу, французу, немцу на главных площадях их столиц. Для того, чтобы передать всю эмоциональную боль и настроение, которое происходит в Украине, чтобы давить на этих, сейчас подберу слово, на этих бюрократов властных снизу, через общество в том числе. Ну, важно, я думаю, добавить так, что сейчас Европейский Союз, даже, возможно, без действий Владимира Владимировича Путина, он не такой единый, как это хотелось бы в Брюсселе, как мне кажется. Польша, другие страны, партнеры, я думаю, как раз тут, соратники Украины, тут они, можно сказать, что Польша точно соратник Украины, как и Литва, Латвия, Эстония, ну, Литва в большей мере. Гепортер, союзник. Союзник, вот, спасибо большое. У нас есть союзники, давайте так, в Европейском Союзе, некоторые даже адвокаты Украины в Европейском Союзе, так их ранее, по крайней мере, называли. И то, что, вам не кажется, что Франция и Германия это уже не лидеры Европейского Союза, это уже не лидеры объединенной Европы, исходя из того, что, по сути дела, Франция и Германия главные государства европейского континента, никоим образом не смогли остановить убийственную войну Владимира Путина в Украине. Это показывает их не то, что немощность, но то, что они не способны дать отпор такому человеку, как Путин. Это то же самое, можно сказать, и про ООН, это еще целый ряд, скажем, Совет Безопасности, и тут, мне кажется, одной руки, пальца в одной руке точно не хватит. Ну вот. Смотрите, в чем разница еще большая между условным Парижем и Великобританией и Лондоном. Лондон понимает, что мир, такой, как он был, в первую очередь для международных организаций уже не будет. И, скорее всего, международные организации после нашей победы уже такими не будут, они изменятся. А Париж и Берлин пытаются все время вернуться в старую жизнь, не осознавая о том, что она уже невозвращаема. Той комфортной истории бизнеса с Россией, зарабатывания денег, возможных должностей в нефтяных и газовых компаниях России после пенсии, у них уже такой возможности не будет, как таковое. И единственное, что они могут сейчас делать, готовиться и формировать будущее мировые структуры. То, о чем Зеленский договорился еще с Джонсоном о создании Тройственного Союза. По сути, это уже прообразы тех союзов, которые могут быть после нашей победы, после демонтажа Российской Федерации. И чем больше уходят в эту тактику и чем больше пытаются остаться в старой жизни Париж и Берлин, тем меньше у них лидерства, тем меньше на них начинают обращать внимание такие страны, авторитарные страны, как Турция, Китай, страны Персидского залива. По сути, чем дальше они будут держать эту политику, тем больше они будут вытирать свои ноги. Они этого не замечают и не понимают. Вполне возможно, Париж ждет своего Деголя, а Берлин ждет своего Конрада один час. Это еще в будущем. Вы знаете, пока ждут в странах Европы, в Украине уже есть лидер, который готов повести собой не только Украину, не только украинский народ. Как показала практика. По сути, он может повести за собой новый Европейский Союз, новые страны, новые, точнее, объединения, показать, как надо. Эпоха слабых лидеров меняется именно в Украине. Именно из Украины начинается эпоха сильных лидеров. Мы, по крайней мере, мы-то стартанули, мы уже старт дали. Не зря же Зеленский выбрал Татайм самым влиятельным человеком года. Вот, тем более. Ну и по итогам встречи с лидерами ЕС президент Украины Владимир Зеленский отметил, цитирую, наша главная сила и самое эффективное оружие это объединение. Давайте услышим президента. Существует прямая зависимость. Чем больше вооружения мы получим, тем быстрее можем освобождать наших людей и освобождать нашу землю. Абсолютное большинство украинского народа ждет, когда будет освобождена наша территория, территория Украины. Касались сегодня и темы дипломатических усилий, и эти усилия прикладывают разные стороны, чтобы у нас снова воцарился мир. Все видят, что единственное препятствие для всех этих усилий это неготовность Российской Федерации к реальным действиям, к реальным мирным переговорам. Россия не хочет мира, она ничего не хочет, кроме войны. Еще один визит был на этой неделе. Президент Украины Владимир Зеленский посетил вместе с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном Святомихайловский Златоверхий монастырь. Во время прогулки по столице лидеры стран почтили память погибших украинских воинов, а после побывали на выставке разрушенной военной техники российской армии на Михайловской площади. Олег, мы уже так постепенно перешли к теме Лондона и к теме почему более активен Борис Джонсон чем Шольц, чем условный Макрон и другие якобы лидеры нового Европейского Союза. Но удивление осталось после того, как Шольц и Макрон недавно же были, буквально несколько дней прошло, приехал Джонсон в сети шутили, что стал ревновать Владимира Александровича после того, как Макрон обнимал президента Украины, но не об этом сейчас речь. Постепенно помощь Лондона Киеву увеличивается. Поддержка как политическая, так и военная, если судить исключительно по фактам, скажем так, увеличивается, ну, хотелось бы изо дня в день, но из недели в неделю, скажем так. Какие цели Великобритании в том числе в помощи Украине? Это не верховенство в Черноморском регионе? Если это так, то какова роль тогда Украины в этой попытке, не знаю, возвращения к империи, что ли, как это можно назвать? Смотрите, мы с этого начали, о том, что Британия, Лондон и Борис Джонсон лично, они понимают, что сейчас строится будущее. Будущее мира, будущее европейского континента, будущее мировых структур, организаций, которые будут после войны, после нашей победы. Соответственно, они как страна, понимающая стратегически происходящие процессы, они не хотят быть на задворках этих процессов, они хотят также в них участвовать. Как в свое время Британия была единственной страной, которая боролась в 1940 году после фашистской Германии, и никто ей не помогал, и она выставила, так или иначе, потому что понимали, что это стратегически правильная позиция, и никаких договоренностей быть не может. Такую же самую позицию они занимают сейчас, и говорят, что никаких договоренностей, в отличие от Франции, Италии и Берлина, никаких договоренностей с Россией быть не может. Она должна быть демонтирована, потому что присутствие на политической карте мира такой страны, как Российская империя, это постоянно угроза демократическому цивилизованному миру, а после того, что она сделала, это вообще угроза как таковому миру на планете, потому что ее пример, если он будет удачный, ее пример возьмут другие авторитарные страны, и мир полетит условно в хаос, как таковой. И Британия, и США это понимают, и допустить до хаоса ситуацию, довести это не могут. Не могут и не хотят, в отличие от Парижа и Берлина. Поэтому у них и строится эта позиция, что именно Украина является тем главным звеном, которое может изменить полностью отношения с авторитарными государствами, и полностью восстановить мир и порядок на нашей земле, на нашей планете. И, соответственно, ее нужно поддерживать максимально. Потому что, когда Россия сможет завоевать Украину, что, с моей точки зрения, даже теоретически невозможно, но если это такое случится, уже будет достаточно поздно. И нужно понимать, что у Москвы нет другой стратегии, другой цели, как завоевать Украину. Никакие там мирные инициативы, какие-то довренности, компромиссы, как некоторые наши политики предлагают, ее не устраивают. За любыми компромиссами она видит завоевание Украины. И это принимает и в Лондоне, и в Вашингтоне. И, соответственно, будут поддерживать то, что я вижу, максимально Украину на этом пути. Не с точки зрения даже ради Украины, а с точки зрения мирового порядка и мира на нашей земле. Ну и также добавим, что президент Зеленскин рассказывал об итогах встречи с Борисом Джонсоном, премьер-министром Великобритании. Сейчас можем услышать комментарий президента Украины. Внимание на экран. Наши переговоры сегодня... Наши переговоры были, как всегда, максимально предметны, наполненные важными деталями. Прошлись по всем ключевым вопросам наших двусторонних отношений, а также об общей ситуации в Европе и мире. Прежде всего, это две важные вещи — оборона и безопасность. Мы подробно обсудили текущую ситуацию на передовой, на нашем Востоке, на юге нашего государства. Наши возможности в защите Украины от российских оккупантов. У нас есть общий взгляд на то, как двигаться к победе, потому что именно такой результат нужен Украине — победа нашего государства. Я благодарен за понимание наших потребностей в оружии. Это очень важно. В частности, говорили о необходимости увеличения поставок тяжелого оружия. И главное сегодня — обеспечить противовоздушную безопасность и начали двигаться в этом направлении. Российские ракеты остаются угрозой для нас, для всех, для наших людей, для всей территории Украины. Абсолютное большинство ракетных ударов ведется по мирным людям, по гражданской инфраструктуре, бьют по жилым домам, по школам, по больницам, по университетам, по транспорту. Это должно быть первоочередной задачей для всех нас, для наших партнеров — помочь в защите от российских ракет. Это будет гарантией жизни для наших людей на большей части нашей территории. Олег, попрошу буквально коротко прокомментировать не то, что заявил Зеленский, но то, собственно, как проходит работа украинского президента с лидерами других государств. Это эффективность. Буквально коротко, 20 секунд. Это абсолютно эффективно. Вот та позиция публичная и прямая, которую занял президент, это наиболее эффективная позиция. Я могу лишь только сожалеть, что такой позиции не было у нас 30 лет. Это 100%. Возможно, история повернулась бы совсем в другое русло и украинская жизнь так точно. Олег, говорим огромное спасибо вам. Спасибо, что стали частью нашего марафона. Олег Дунда, народный депутат Украины, фракция «Слуга народа», был на связи со студией «Марафона Фридом». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова